В эфире на самом деле программа о том, чем на самом деле живет сегодня воюющий Донбасс. Наш гость Владислав Брик, город Донецк. Владислав, здравствуйте. Ждем от вас сводки о событиях Донецкой Народной Республики, Министерства обороны ДНР. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте. Хочу сказать, что наступления, которые ведутся вооруженными силами Украины, они отбиваются. Хотя они ведутся на разных направлениях. И на Шахтерск, на Снежное, на Маринку, на Красногоровку. С последними там тяжелее, но все равно будут атаки отбиты. Украина несет огромные потери просто по бронетехнике. Порядка 30-40 машин уничтожаются только за одни сутки. Уничтожаются живой силой, начиная от сотни дней. Поэтому все вот это кушечное мясо, которое выпутся там, с Центральной Украины, с Западной Украины. Матерям еще раз бы я обратил внимание, что вы отправляете своих сыновей на смерть. Ваши неподготовленные сыновья, мужья и братья, они воюют против профессионалов. Уже армия ДНР набрала осек, это достаточно, для бития всех ваших атак. Сегодня стягиваются у нас под Донецк со всех сторон баллистические ракеты. Но те специалисты, которые ими управляют, в вооруженных силах Украины, ну, очевидно, что опять может быть ракета попасть в Бровары, или может быть в Киев, не знаю, куда там они целятся. Хотелось бы обратить внимание также военнослужащим Украины по поводу того, что если 25-я аэромобильная бригада, уже с ней все понятно, она будет уничтожена полностью, то все остальные, которые обращаются с пленными ненормальным средневековым образом, эти люди также будут наказаны, все командиры этих частей, все офицеры. Они будут наказаны по законам военного времени, потому что так обращаться с военнопленными, как это делает украинская армия, ну, это, наверное, времен еще инквизиции средневековой так обращались с людьми. Это просто ни в какие рамки не вкладывается. Как сказал Игорь Иванович Стрелков на наш благородный жест, по поводу сдачи в плен, они ответили выдающейся подлостью. Это просто неописуемо уже. Сейчас идет расследование по поводу отданных нам двухсотых и двух человек, которые фактически находятся между жить и смытью. На них явные следы пыток. Эти расследования будут все факты отправлены во все европейские и международные инстанции. Владислав, я правильно понимаю, что 25-я вот эта вот бригада ведет себя в нарушении Женевских конвенций о правилах ведения войны и обращения с военнопленными. И Игорь Стрелков официально объявил... И Игорь Стрелков официально объявил, что командиры, офицеры этой бригады, они военнопленными считаться не будут фактически. Поэтому с ними будет обращение согласно закону военного времени. Все, кто добровольно сдается в плен, был отдан приказ, к ним будут обращаться согласно всем нормам Женевской конвенции. Хотя к нам, к нашим военнослужащим это никак не применяется. Вопрос номер два. Это Саур-Могила. Что там сейчас на самом деле происходит? Все, честно говоря, нервничают. Саур-Могила очередная, там какая-то карта уже отбита. И Саур-Могила дана не будет. То есть она... Она носила достаточно средств, чтобы ее не сдавать. Ясно. И что по последним, вот сегодняшним событиям? Есть ли что-то новое из открытых источников оперативных? По сегодняшним событиям были носены два авиалдара в районе Харциска. А сейчас туда отправлены корреспонденты. Еще пока нет сведения идеи, что разрушения буду выкладывать в открытый доступ в интернет. Спасибо. Спасибо большое, Владислав. Постараемся оперативно выложить эту информацию в сеть. Пусть мир смотрит, пусть мир знает. И пусть украинские военные начинают понимать, что либо они люди, либо они уже совсем будут никто. Спасибо еще раз огромное. Всего доброго. Удачи вам. Счастливо. До свидания. До свидания. С нами по скайпу из Донецка был член изборского клуба Донецкого представительства Владислав Брик. С последними новостями от армии Игоря Стрелкова от Министерства обороны Донецкой Народной Республики. А мы увидимся уже скоро. Пока.